Привет всем любителям разных гаджетов и других непонятных слов. У меня сейчас появилось немного свободного времени. Я полазил по всем этим интернетам и заметил, что сейчас очень модная тема обзоры техники. Телефоны там разные, ЭВМ и прочее. И как я уже говорил, если вы хотите, чтобы каждую минуту вас американцы отслеживали, покупайте эти все айфоны, смартфоны всякие и прочую ерунду. А умные люди уже давно ходят с кнопочными телефонами. О, извините. Алло, сейчас не очень удобно говорить, я перезвоню. Давай. Поэтому в эфире моя новая рубрика «Обзоры техники от Шурика». И сегодня я вам расскажу об одном довольно интересном гаджете, который, я убежден, американцы отследить не смогут. По сравнению с ним все эти компьютеры, принтеры – это все детский сад. Представляю вашему вниманию чудо аналоговой вычислительной техники «Шоты». Это усовершенствованная модель RXD104D, где D обозначает «Деревянные», 104 – количество кругляшек, а вторая D обозначает, что кругляшки тоже деревянные. Сразу хочу отметить, что это флагманская модель в линейке моделей «Шотов» фабрики «Гомельдрев». Внешний вид и конструкция. «Шоты» выполнены в таком винтажном стиле, уже слегка с элементами потертости. И, как я вижу, тут кто-то уже свою жвачку прилепил. Сейчас, секунду. О, отломал. Извините. У этой модели очень удобная ручка. Она везде. Посмотрите. Где хочу, там и беру. У меня, в принципе, так во всем. Где хочу, там и беру. Эргономика. На верхней панели расположены кругляшки, которые вызывают необычные тактильные ощущения, благодаря специальному лакокрасочному покрытию пинского химкомбината. Данная модель RXD-104D прямоугольная, что не может не радовать. Ведь предыдущая модель была круглая. И, честно говоря, совершенно неудобно ее держать. Плюс вот этих кругляшков в ней гораздо меньше. Еще один важный пункт – компактность. Эта модель шотов легко может поместиться в сумку для ноутбука. Что касается дополнительных устройств, в данную модель уже встроена опция массажера. Если вы вдруг устали считать, можете взять вот так вот просто и... Ой, как хорошо! Чудесно! Последний раз мне так хорошо было, когда за меня 81% людей проголосовали. Также из дополнительных опций в данной модели присутствует вкладка развлечения. Если вы хотите отвлечься от работы, можете, например, собрать картинку. Я сейчас покажу. Вот я соберу сейчас жар-птицу. Сейчас, секунду, буквально сейчас крыло доделаю. О, посмотрите, какая красота получилась! Блин, ну, потом, в общем, подснимем этот момент, да? Многофункциональность. Если у вас вдруг есть какой-то неприятель, у которого имеется точно такой же гаджет, вы можете свести с ним счеты. Сейчас покажу, как это делается. Вот, видите? И что немаловажно, эта модель совместима со всеми другими устройствами. Эти счеты можно положить на принтер, на печатную машинку, в тумбочку, в конце концов. Я ж просил, постави тумбочку. Почему не сделай? Ладно. Насчет счетов. Давай перепишем, а то тяжело звучит. Скажу по поводу. По поводу, по поводу, ой, по поводу счетов и как ими пользоваться, я сейчас наглядно покажу. Итак, что мы имеем? Четыре оппозиционера в тюрьме, восемь в СИЗО, двадцать семь на митинги. Этого сюда, бабарыка уже здесь. В остатке восемьдесят семь человек. Вопрос. Почему они в остатке, когда они должны быть все в тюрьме? О! Или, например, задачка для третьего класса. У Маши было четыре яблока. У Миши на два публика меньше. Сколько им тетя Люда дала повидла, если у каждого осталось по шесть конфет? Прямо сейчас и посчитаем. Итак, значит, четыре яблока, два публика, шесть конфет и банка повидла. Видите, как все просто? Мы же так и голоса на выборах считали. Ну что ж, друзья, на сегодня все. Это были обзоры гаджетов от Шурыка. Смотрите. А не будете смотреть, смотрите мне. Так, сейчас клюв доделаю. О! И вот, пожалуйста, жар-птица готова. Сейчас как-то аккуратно надо. Алло! Блин! Алло! Еще обзоры гаджетов снять? На что? Ага, понял. Дорогие друзья, пишите в комментариях, на что мне еще снять обзор. И не забывайте подписаться на канал Великого. Ключевое слово, сами там решите какое. Ну. Продолжение следует...